Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и да, сейчас происходит тот самый момент, которого мы ждали, именно поэтому в час ночи я записываю это видео. Это будет очень быстрое видео, потому что я просто не смог не поделиться этим с тобой. Недельная свеча биткоина закрылась прямо сейчас, но самое главное, как она закрылась, это очень-очень важно. Прежде чем мы перейдем к сути, не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, нас уже 211 тысяч, где-то пятая часть от миллиона. Просто сумасшедшие цифры, и с каждым днем золотую кнопку хочется все больше. Мы не раз говорили с тобой о том, что эта средняя скользящая обязательно должна удержать цену биткоина, если мы хотим продолжение роста. Почему же? Потому что она абсолютно всегда на растущих рынках была поддержкой. Отскоки недельных свечей от нее являлись сильным триггером для продолжения буллрана. Например, вот здесь цена биткоина отскочила от нее и начался большой забег цены до нового исторического пика. Или, например, в 2019 цена биткоина преодолела ее, отскочила от нее и начался рост. Весь 2017 год мы видим, что цена биткоина, отскакивая от этой скользящей, продолжала свой рост до самого исторического пика. В 2015 мы видели, как цена биткоина отскочила от этой средней скользящей и начался рост. В 2013 абсолютно та же картина. Вот эта свеча отскочила от этой средней скользящей и начался рост. То же самое мы видели в 2012 году, в 2011 и даже в 2010. Как мы видим, на протяжении всей истории биткоина эта скользящая очень хорошо поддерживала буллраны. И что мы видим сейчас? Мы видим, как недельная свеча закрывается, оттолкнувшись от этой средней скользящей. Это значит, что мы можем ожидать продолжения буллрана биткоина, конечно, не сразу же через час или через неделю, но в ближайшем среднесроке, на протяжении нескольких следующих месяцев. Но только в том случае, если следующие недельные свечи тоже закроются выше этой средней скользящей. На данный момент это около 42 тысяч долларов. Поэтому, если мы хотим продолжения роста, ни в коем случае нельзя, чтобы следующие недельные свечи закрылись ниже этой отметки. Кстати, это очень интересный уровень, ведь, например, вот здесь он служил сопротивлением, пробив которое цена биткоина достигла нового исторического пика. Поэтому я думаю, что следующая свеча должна хотя бы один раз попробовать этот уровень на прочность снова, перед тем, как отправляться дальше вверх, в случае, если она закроется над ним. Пока что цена биткоина находится выше этой средней скользящей, а значит, я до сих пор остаюсь оптимистом по отношению к среднесрочному будущему биткоина. Эта ситуация, кстати говоря, очень сильно похожа на 2013 год, когда в одном растущем цикле было две вершины. Мы видим такую же массивную коррекцию биткоина после такого же параболического роста. Отскок цены после этой коррекции достиг отметок золотого сечения по Фибоначчи, вот от 0.618 до 0.65. После этого мы увидели вот это падение до отметки 0.382 по Фибоначчи. Мы видим, как вот эта длиннющая тень вот этой свечи отскочила от этой средней скользящей, что и привело к началу вот этого бурного роста. Согласись, ситуация очень сильно напоминает ту, в которой мы сейчас находимся. Мы видели вот эту массивную коррекцию после параболического роста, затем отскок до уровней золотого сечения по Фибоначчи 0.618 и 0.65, откуда мы увидели вот этот откат до уровня 0.382 по Фибоначчи. Все это мы уже обсуждали раньше. Но тогда, в 2013 году, вот эта падающая свеча, которая тестировала среднюю скользящую на прочность, падала на 31%. В нашем же случае эта свеча потеряла только лишь 19%, а значит она все еще имеет потенциал на падение вплоть до 31%, что около 36 480 долларов. Поэтому в ближайшее время мы можем ожидать падения до этих отметок. Самое главное, чтобы это падение не закрыло недельную свечу ниже этой нашей средней скользящей линии. Эти свечи должны обязательно закрываться выше этой скользящей, если мы хотим увидеть продолжение роста. В 2013 году эти свечи закрылись выше этой средней скользящей, что привело к росту на 700%. Конечно же, мы помним, что с каждым разом процентные прибыли очередного цикла все ниже, поэтому 700% на этот раз ждать не стоит. Но я думаю, что новый пик биткоина будет находиться на верхней границе этого растущего канала, который, как ты видишь, является глобальным для всего биткоина. Именно на верхней границе этого канала каждый новый цикл находил свою вершину в 2017, 2014 и 2011 годах. И скорее всего в 2021-2022 мы тоже найдем пик именно на границе этого канала. На верхней границе этого канала. Также не забываем про эту таблицу, которая показывает, что сентябрь исторически для биткоина был плохим месяцем и он закрывался всегда в минус. Но зато октябрь и ноябрь почти всегда давали хорошие прибыли, особенно ноябрь. Поэтому я ожидаю, что в октябре и ноябре мы можем достичь следующих целей, если недельные свечи будут закрываться выше этой средней скользящей. Первая цель это, конечно же, 52 тысячи долларов, это первая граница вот этого канала. И вторая цель это 64 тысячи долларов, это вот этот трендлайн, о них мы, кстати говоря, уже говорили. Ну и основная цель, конечно же, самая верхняя граница этого канала, которая станет завершением булрана и началом нового медвежьего рынка. На этом все, если тебе нравятся такие быстрые включения для биткоина, не забудь поставить лайк, я буду делать их больше, если будет что-то очень важное для биткоина. Также подписывайся на канал, здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...